В Самаре 15 детей-сирот сегодня получили ключи от квартир. Это современные и качественные новостройки, большие кухни, просторные коридоры. О первых впечатлениях новоселых и о том, как решается вопрос с приобретением жилья в регионе в нашем материале. Никита Рогальский пока, кажется, не верит своему счастью. Скоро его семья отпразднует новоселье. Вот этому малышу, Добрыне Никитичу, нет еще и года. У него есть старшая сестра, Влада, ей 5 лет. До этого момента Рогальским приходилось снимать квартиру. Минус 20 тысяч рублей из бюджета. Для молодой пары весьма ощутимая сумма. Очень круто, даже прям не верится. Здесь в комнате поставим детскую кроватку. Хотели еще обои переклеить, чтобы для детей были красивые какие-нибудь. Не знаю, шкаф, купе большой поставим здесь. На балконе можно что-нибудь сделать. Он большой? Да, достаточно большой. Вид красивый. Однокомнатная квартира – это только начало, говорит Никита. Ради детей он будет стараться. Во время церемонии вручения ключей детям-сиротам глава региона подчеркивает. Благодаря президенту России в этом году стартовало десятилетие детства. Это целый комплекс мер, направленных на поддержку института семьи. За первенца выплачивают по 10 тысяч рублей ежемесячно, продлина и программа материнского капитала. Сейчас возможности его использования расширили. Появилась льготная ипотека. Решается вопрос с инфраструктурой, школой, спортивной центром, поликлиникой. Дополнительные меры предпринимаются, чтобы создавались места не только в детских садах, но и в ясельных группах, чтобы молодые родители могли работать. Целый комплекс мероприятий сработает на то, чтобы семьи российские были крепкими, чтобы они были успешными, чтобы детки росли счастливыми, детки развивались и эти возможности были у каждого российского ребенка. Чтобы счастье всегда было в этом доме, первой в квартиру заходит кошка. Здесь Денис Агарцев будет жить вместе с пока еще невестой, о детях еще только думают. Молодой человек встает на ноги. В этом году собирается поступать в один из опорных вузов. Технические направления строительства. С работы до этого момента были проблемы, но сегодня на самом деле счастливый день. Потом на работу мы возьмем на практику. Да что потом? Ты сейчас берите. У меня еще полгода до экзаменов. Ну и возьмем вообще вопросы. И подготовиться поможете заодно, и там навыки получите. Договорились сейчас? Давайте конкретно. Да, да. Останемся, потом поговорим. Подрядчик рассказывает, квартиры сделаны качественно. Глава региона осмотрел их не только в этом доме, это улица Майская, но и на Советской. Здесь жилье также получили дети-сироты. Вся электрика сделана из деметной проводки многожильной. Радиаторы все алюминиевые. Регуру учета все как положено. В 2017 году на обеспечение детей-сирот жильем выделено 712 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Ключи от новых квартир получили 870 детей-сирот в области и 140 в Самаре. В 2018 году программа будет продолжена. Темпы выдачи квартир глава региона поставил задачу наращивать. По инициативе Дмитрия Азарова уже несколько раз вносились поправки в бюджет, направленные на увеличение сумм. Проще станет и покупать. Процесс пойдет быстрее. Ранее жилье для соцнужб губернии приобретали по единой цене, вне зависимости от того, небольшой муниципалитет или крупный город. На прошлой неделе была утверждена новая методика. Стоимость квадратного метра будет определяться индивидуально для каждой территории. А значит в Самаре и Тольятти больше не будет проблем с поиском жилья подходящей стоимости. Ольга Павловская, Александр Каракулько, Новости губернии.